Вот эти какого бочка. Привет, мои хорошие. Сегодня у нас к нам приедут мама с отчимом на барбекю, поэтому я сейчас проснулась, и прям мне нужно сейчас очень срочно, очень быстро всё помыть и пропылесосить, и в общем порядок навести, Ричи там тоже уже занимается. В общем, нужно всё подготовить. Для меня они очень хорошие люди, я уже с ними дважды встречалась, мы к ним ездили в гости, но для меня всё равно каждый раз встреча с ними – это как какой-то экзамен, что ли, не знаю, экзамен по-английскому, я бы сказала даже. Короче, я стрессовала немножко, поэтому я знаю, что всё пройдёт хорошо, всё будет хорошо. Но сейчас мне нужно прям вот заняться уборкой, чтобы всё было красиво, чтобы всё было чисто, Ричик там с готовкой занимается. В общем, устроим барбекю, посидим в тёплой обстановке, вот. Возможно, мама тоже посмотрит, я хочу сама у неё спросить, кто там говорил, что вот, там взрослый мужик спрашивать у мамы. Это я просила, чтобы мама посмотрела тоже цвет, и вот я хочу тоже у неё спросить, что она думает. Всё, больше там, наверное, на связь сегодня только вечером уже выйду. Всем хорошего дня, побежала делать уборку. Ребята, вот меня тут спросили по поводу того, как мой муж относится к Джейми Оливеру и Гордону Рамзи. И если посмотреть на, здесь вот у него на кухне книги по кулинарии, то здесь можно увидеть вот книги Гордона Рамзи. Одна книга, вот другая книга. Вот здесь же есть книги, где-то я видела, вот Джейми Оливер. То есть он любит готовить, я ему сказала, что может быть тебе когда-нибудь попробовать себя в поварах. Но он сказал, что это просто crazy job, потому что это реально очень стрессовая работа, нужно всё успеть, чтобы всё было шикарно, идеально. Ну а так вот он, видите, он их уважает. У него много других ещё вот тут книг есть. Happy Salads, видите, How to Bake. Вот у него, видите, сколько книг-то разных-разных, каких только нету. Кукбук. Короче, тут целая эта библиотека. Вот ещё Джейми Оливер. Ещё одна книга, видите, нашла. Вот, и тут ещё и другие у него есть. Повара. Вот Том. Керридж какой-то. Вот, тоже Пицца Экспресс. Брэд. И вот такая штука я уже показывала у него. Это у него он рецепты вот так вот выставляет. Здесь вот можно поставить книгу с рецептами. Вот так вот усиками эту книгу придавить на нужной странице. И вот так он готовит, смотрит рецепты иногда. Ну, вот так вот. Сейчас эту борку делаю. Всё мою. Ричи поехал в магазин за стейками. Будем стейки сегодня барбекю готовить. И что-то ещё. А, и по поводу вот этого вот Гордона Рамзи. Мы ходили в рестораны его в Сингапуре. И ещё где-то, не помню уже. Ну, короче, мы ходили вот там вот в эти рестораны. И он тоже к нему очень уважительно относится. Да, действительно, они хорошие очень повара. Повара от Бога. Вот. Ну, как я уже сказала, это слишком стрессовая. Тяжёлая такая работа, как он сказал. Всё, буду дальше готовиться. Буду дальше мыть. Всё, уборку делать. Сегодня ещё к нам Алекс приедет. Так, ребят, мы сейчас быстренько перекусываем. Ричи готовит. Я там дальше продолжаю уборку делать. Вот он с Олей, вот видите, какой приготовил с этим, с большим куском льда. Айс. Большой кусок льда. Вот. В общем, вот так вот, ребятки. Будем барбекю сегодня делать. Как всегда, всё пошло не по плану. Короче, сейчас уже должны приехать родители скоро. И Ричи поехал за Алексом забрать его со станции. Этот поезд задержали. И получается, что Ричи приедет позже. Он его там ждёт. И получается, что родители приедут вперёд. А я даже не знаю, о чём с ними разговаривать. То есть, когда мы к ним приезжали в гости, ну, как-то они там что-нибудь расспрашивают. И как-то Ричи сразу же подхватывает и начинает отвечать на все вопросы. Как-то, ну, я так между делом что-нибудь там брякнула. А здесь, получается, они сейчас приедут. И они будут меня расспрашивать. И получается, я должна буду там вот это всё отвечать. Я, короче, это... Сейчас я настраиваю, что всё хорошо. Аня там... О, Боже! Ну, это о чём говорит, что нужно усиленно учить английский, чтобы быть, чувствовать себя уверенно. Вот. Ну, тем более, я уже с ними два раза встречалась. Вот, так что... Вот. Ричи тут уже всё насервировал. Видите, вот. Всё разложил. Там у него картошка в духовке. У него уже мясо подготовлено. Всё. Он говорит, напитки, если что, разольёшь. И снеки разложишь. Надо хоть телевизор включить. А то какая тишина, как гробовая. Не знаю, включила что-то, какой-то вот, какой-то канал. Так. Ну, что? Снеки. Мне ещё надо одеться. Ну, в смысле, переодеться и подкраситься ещё. Так, вот Ричик тут пытается разжечь огонь. У нас тут дождь начался. Видите, мы зонтик открыли. Там голова. Смотрите, здесь для огня используется такая штука, как пена. А у нас жидкость. Смотрите, какой у нас стейк. А дождик так и идёт. У нас вот зонтик. Родители тоже сказали, что этот крайний правый цвет им понравился. Так что я уже не сомневаюсь. Будем мы его красить. Он подходит к чувану. И на нём можно красиво зелень размещать. Ричик он, видите, на бочок кладёт, получается, со всех сторон вот так вот. Видите, как потихонечку по всем этим сторонам. Я взяла водичку с собой. Как только огонёк, я сразу же её тушу. Вот, я этот стейк жарю. Там, на Брич, отрезал вот этот вот жир. Говорит, это надо выбросить. Я говорю, а я люблю с хлебом. Вот я его тоже дожариваю сейчас. Ну, вот такой мой стейк получается. По моему рецепту. Почти как шашлык. Там сейчас все сидят на столу. Там картошку, ричи уже опять свою эту фирменную с сыром и с беконом. Ну и сном. Ну и сном. Ну вот и всё, ребят. Встреча прошла хорошо очень. И мне повезло, что они приехали примерно в одно время. То есть сначала зашли родители. И буквально через минуту зашли мальчики. Вот. И всё прошло очень-очень хорошо. Сейчас время уже 11 час. То есть вот с 6 часов мы вот столько времени сидели. Очень приятно прошёл вечер. Вот. Я очень довольна. И вот смотрите, они нам цветочки принесли, тюльпанчики. Такой вот букетик. Правда, у нас уже все заняты в вазы. Одна там стоит на кухне, вторая вот. Поэтому я в стаканчик поставила. Такие вот красивые тюльпанчики.